ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ С бывшим министром экологии Николаем Злачевским относительно закрытия уголовных дел против последнего. Злачевский, в свою очередь, через Занищенко предлагает Порошенко долю в своем газовом бизнесе. Собеседник Беглого депутата назвал Злачевского «хорошим парнем» и пообещал подумать, что можно сделать. Также выясняется, что Злачевский перечислил на счета подконтрольных Порошенко компанию 10 миллионов долларов. Он готов свернуть этот долг, если президент Украины примет его предложение. В ходе диалога собеседники обсуждают и некую «Юлю». «Она продолжает мутить против меня», — говорит человек, чей голос похож на голос Порошенко. Анищенко в ответ предложил устроить им встречу, полную текстовую расшифровку разговора, как и одной из глав книги «Пета Пятый». Правдивая история об украинском диктаторе, которую Анищенко готовит к изданию, опубликовала strana.ua. Также на сайте издания появилась выдержка из книги, касающаяся появления у партии «Народный фронт» 40 миллионов долларов, которые в 2014 году были направлены на ее избирательную кампанию. По утверждению Анищенко, эти деньги с помощью коррупционной схемы были вытянуты из государственного бюджета Украины. Лидером партии является бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк. На Украине Александр Анищенко подозревается в организации схемы похищения госсредств. В Генпрокуратуре полагают, что с 2013 по 2016 год сотрудники ряда предприятий, включая «Укргаздобычу», при участии Анищенко продавали добываемый в стране газ по заниженной цене, что нанесло государству ущерб на 3 миллиарда гривен, около 113 миллионов долларов по текущему курсу. В июле 2016-го Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Анищенко, однако к тому моменту он уже покинул Украину. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.